Когда пришел к красный критер, рассказывает про всякие интересные вещи. Смогу помочь другим людям и своим друзьям. Я узнала, как остановить кровь из носа. Что делать, если получить шок? А что делать? Надо превращать холодное. Мы сегодня разукрашиваем, что делать, если попал в эту ситуацию. Это очень интересно, все очень хорошо, и всем детям это все понятно. Невозможно увлечь ребенка сухой теорией. Это не всегда интересно даже взрослым. А вот рисуя и играя, это сделать легко. Можно донести ему даже самые серьезные темы. А поэтому сотрудники Красного Креста и Госавтоинспекции решили по крупицам строить фундамент безопасного поведения с самого детства, чтобы потом укреплять и расширять эти важные знания. В рамках «Единой недели безопасности» мы проводим информационно-образовательное мероприятие по обучению несовершеннолетних основам безопасности жизнедеятельности. Проводим мы это совместно с ГАИ Брестского области полкома и планируем вообще на постоянной основе проводить такие занятия, обучающие в учреждениях образования города Бреста. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма всегда являлось основной приоритетной задачей Госавтоинспекции. Особую тревогу вызывают маленькие беззащитные участники дорожного движения. Поэтому на них делается огромный акцент, и мы обращаемся к родителям, чтобы родители с самого младенчества помогали и обучали детей дорожно-грамоте. Сотрудники Госавтоинспекции МЧС приняли решение о создании так называемого помощника, это тематического ковра по изучению правил дорожного движения для дошколят. Ярко, красочно и наглядно изображены на ковре городские улицы с домами и деревьями. А главное – дорожная разметка и дорожные знаки. Смотрите, здесь у нас по дороге нету нигде пешеходного перехода. Как же нам перейти дорогу тогда? Надо найти место, где земля, и по ней идти. Так будет безопаснее всего, да? Это превращает изучение правил дорожного движения в приятную и увлекательную игру. Да, мне так и понравилось. Дорожное движение и этот ковер. Здесь можно выучить правила дорожного движения. Ребятам многому предстоит еще научиться, как вести себя на дороге, как обрабатывать раны или делать непрямой массаж сердца. Важно то, что в сложной ситуации, пусть и в далеком будущем, эти знания смогут оказать неоценимую помощь. Я делаю массаж сердца и спасаю. Если слушать всех внимательно, то может быть получится. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания Бук-ТВ.